Мы поговорили о трендах, которые существуют в экономике в целом. Мы поговорили о проблеме и значимости проблемы доверия в экономике. Сейчас мы поговорим чуть-чуть больше о решении. О том, что такое Web3, из чего это состоит, я постараюсь дать максимально емкое, но при этом, на мой взгляд, довольно глубокое определение и примеры того, где и для чего, собственно, Web3 существует и нужен. Самая главная, основная идея, которая существует в этих этапах эволюции интернета и конкретно Web3, это владение. Если изначально, когда появился интернет, что теперь называется Web1.0, это была система, которая позволяла только читать, только потреблять информацию, то есть я мог пойти, сделать какой-то у себя дома сервер, запустить там веб-сайт, и другие люди могли читать то, что я на этом веб-сайте пишу. Web2.0, который произошел там где-то в середине, появился в середине 2000-х годов, это система, которая позволила людям не только потреблять информацию, но также быть соучастниками. То есть все это началось со систем типа Reddit или Delicious, потом Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и многие-многие другие платформы, которые мы сегодня используем почти каждый день, они дали людям возможность создавать контент самим. То есть на самом деле Web3.0 это эра платформы, на которых люди создавали контент, но при этом сами эти платформы всего лишь обеспечивали эту функцию, они не генерировали этот контент. И в конечном счете Web3.0, который объединяет и включает в себя то, что произошло раньше, он включает в себя там до интернетовскую эпоху телефонные кабели, которые были зарыты в землю, включает в себя веб-сайты, которые придумали в момент зарождения, в процессе зарождения интернета, включает в себя платформы и социальные элементы, которые были аспектом Web2.0. Но самое главное, сверху это дает возможность владеть. Ты можешь владеть частью протокола, ты можешь, имея биткоин, ты владеешь по факту частью системы биткоин, ты можешь владеть своими данными в этих системах, если ты пользуешься децентрализованной социальной сетью, тогда, в отличие от Фейсбука, только ты и никто больше, кроме тебя, не имеет доступ к твоим постам, фотографиям и какой-то информации, которую ты там размещаешь. И это очень важный аспект, потому что он соединяет как раз-таки вот эту вот технологическую часть, которая существует в интернете, и которая была всегда с экономической. Потому что когда появился Web1, в интернете вообще не существовало бизнес-модели. Невозможно было зарабатывать денег в интернете, потому что ты не мог даже получать платежи через карточки, потому что это было небезопасно. Но потом постепенно Amazon и другие e-commerce платформы решили эту проблему. Web2 в первую очередь, ну, соответственно, Web1, основная бизнес-модель была реклама. Web2 дал возможности как бы для появления новых бизнес-моделей, активно развивался e-commerce, поэтому до сих пор реклама является основным источником дохода в интернете. И это совершенно за уши притянутый концепт. Реклама является источником дохода в интернете не потому, что это самая нативная, самая такая естественная бизнес-модель, а потому что это то, что было возможно когда-то, там, 20-30 лет назад, и с тех пор просто по инерции осталось. И Facebook, ну, бизнес или Twitter или Instagram, бизнес, который дает возможность людям общаться между собой, почему-то, или Google даже, до сих пор значительно, ну, там, 90% своей выручки получает, по факту торгуя пользовательскими данными. И даже не дает возможность пользователю эти данные вообще ими владеть и даже получить к ним доступ, это, там, отдельный геморрой, который, там, что было невозможно всего лишь несколько лет назад и стало возможным только благодаря регуляции. Следующий критически важный аспект Web3 — это композабилити. Это совместимость разных уровней протоколов, из которых Web3 строится. Я уже немножко упоминал про композабилити в прошлой части, но сейчас хочу остановиться более детально, потому что это действительно ключевая, и без этой возможности, без этого технологического аспекта Web3 не был бы успешен совершенно точно. Ну, во-первых, Web3 и блокчейн, и криптомир состоит по большей части на 90% из open-source продуктов, то есть продуктов с открытым исходным кодом. Что это значит? Это значит, что если вы создаете какое-то программное распечение с открытым исходным кодом, вы решаете какую-то проблему. И если вы решаете эту проблему эффективно, тогда после вас никому эту проблему больше решать не нужно. Это философия системы Unix. Мы делаем очень простые вещи, но делаем их хорошо, делаем их лучше всех. Соответственно, если мы писали какую-то библиотеку, которая лучше всех складывает два числа, то никому больше не нужно будет... Ну, я утрирую, дуранский пример, но тем не менее, никому больше не нужно будет писать такую же библиотеку на этом языке программирования, или там в этом языке смарт-контрактов, или на этом блокчейне, потому что вы эту проблему уже решили. И представьте себе ситуацию, да, вот есть там Facebook и Twitter, и я хочу сделать конкуренты. Мне нужно построить весь стак целиком, мне нужно проложить кабеля, построить дата-центр, построить систему безопасности, построить систему базы данных, построить интерфейсы, построить, там, не знаю, машин-блорник для отсеева ботов, построить интерфейс для, там, создания сообщения, построить систему для, там, транскодинга видео. Это огромное количество работы, это, там, миллиарды долларов, и именно поэтому мы не видим никаких внятных конкурентов к существующим социальным сетям. Они уже, там, по 15-20 лет являются лидерами, никто их толком оттуда столкнуть не может. Да, есть причина, как бы, сетевой эффект, но, тем не менее, это супер дорогостоящие капитальные затраты, миллиарды долларов нужны для того, чтобы сделать что-то сравнимое, хоть как-то, хоть отдаленно конкурентоспособное с Facebook. Если мы посмотрим на пример того, как это функционирует в блокчейне, и пример этого как раз показан на слайде справа, то у нас в блокчейне есть набор open-source решений, то есть все, что здесь на слайде показано, все эти системы с открытым исходным кодом, вы можете взять их, запустить, форкнуть, посмотреть, как это работает до последней запятой. Тем не менее, они все работают вместе, и это совокупно является системой настолько же сложной, сравнимой по сложности с современным финансовым рынком. То есть у нас есть биткоин, не было бы биткоина, не появился бы эфир. Но это такая связь не столько техническая, сколько больше концептуальная, то есть если бы Виталик не работал там в рунале и не писал про биткоин, вряд ли ему бы пришла идея создания эфира. Потом у нас есть эфир. Эфир – это протокол первого слоя, блокчейн, который позволяет запускать тюринг-комплит программы и смарт-контракты. Поверх этого написан протокол, другой протокол, также полностью на 100% с исходным открытым кодом, с открытым исходным кодом, написанный на языке Solidity, который называется DAI. DAI – это стейблкоин, это система, которая позволяет иметь криптовалюту, которая на 100% всегда фиксирована и привязана к стоимости к одному доллару США. номинирована и привязана к стоимости одного доллара США. Если бы не было эфира, DAI не был бы возможен. Поверх этого написан протокол Uniswap. Uniswap – это автоматический маркетмейкер. Это биржа, которая работает без ордербука, и вы можете совершать обменные операции на этой бирже, и вам не нужна вторая сторона сделки. Сама биржа всегда является маркетмейкером, и он всегда выполняет роль функцию вот этого человека, с кем вы осуществляете обмен. Uniswap не был бы возможен, если бы не было эфира, потому что он также написан на Solidity. И он не был бы возможен, если бы не было протокола DAI, потому что большая часть транзакций и обменных операций на Uniswap происходит в стейблкоинах. Поверх этого есть протокол AVI, который является, ну, по факту, криптобанком. Это лендинговый протокол, который также функционирует на эфире, в котором также работает DAI, в котором также, в котором там есть токены, которые торгуются в Uniswap, есть еще много механик, которые так или иначе связаны с маркетмейкерами. И в конечном счете, и последний пример – это Yorn Finance, это такая автоматическая money management система. Вы туда закидываете денег, вы не теряете возможность владеть и управлять этими деньгами. Они как бы остаются у вас, чисто технически с точки зрения безопасности. При этом Yorn – это набор смарт-контрактов, которые запихивают эти деньги в AVI, получают процент с выданных кредитов. Еще это идет там отчасти в виде ликвидитива пулов Uniswap. Все это, конечно же, не было бы возможно, если бы не было DAI, и который не был бы возможен, если бы не было эфира. Получается такой дом, который построил Джек. Но теперь главный вывод из вот этой сказки заключается в том, что теперь давайте попробуем оценим стоимость просто ресурсов, хотя бы часов человеческих, и миллиардов долларов, которые бы ушли кому-то, проприетарам. Просто вот пришел стартап и говорит, а мы сейчас построим новый финансовый рынок, который лучше, чем все остальное. И вот он начал бы слой за слоем строить всю эту систему, начиная от EVM и системы Proof of Work, и там каких-то примитивов и криптографических, которые существуют в эфире, до там суперсложных алгоритмов, стратегий, которые используют Yarn Finance, там с постоянными перекладываниями, или балансировкой, сбором, ну, там всеми этими финансовыми стратегиями. И это заняло бы, ну, не факт, что это вообще было бы, скорее всего, это вряд ли вообще было бы возможно, но если бы вдруг они прямо поролись и решили бы это делать до конца, то это заняло бы им годы, или, может быть, даже, не знаю, больше десяти лет, потому что это невероятное количество исследования и технической работы, которая в это ушла. И open source помогает как раз нам делать эксперименты быстрее. Эфир открыт, параллельно вместе с Dime и вместе с Uniswap существует еще десятки похожих экспериментов. Часть из них провалились, поэтому мы просто про них не слышим. То есть кроме DAI было еще 50 других стейблкоинов, которые просто стали менее успешными. Кто-то там не справился с маркетингом, кто-то с безопасностью, кто-то еще почему-то, кто-то там забил просто. Но тем не менее, они все существовали параллельно, и из них вот DAI выстрелил. Если бы каждый из них параллельно вместе со стейблкоином стейблкоина еще делал бы свой блокчейн, то, во-первых, 49 из них просто не дошли бы до релиза, потому что у них кончились бы деньги и силы. А тот один, который дошел, он был бы хуже, потому что он не учитывает весь тот опыт, который создала вся индустрия. И композабилити, вот эта совместимость протоколов, главный из нее вывод, это то, что мы можем делать значительно больше экспериментов в таком открытом пространстве с открытым исходным кодом, чем может делать одна компания. Когда весь рынок делает тысячи экспериментов в год, а одна компания может сделать там три, то каждый эксперимент, вспоминаем просто научный метод, чем больше у нас экспериментов с правильно сформулированной гипотезой, тем быстрее мы приходим к инновациям. Поэтому это пространство в целом, веб-3, блокчейн, приходят к инновациям значительно быстрее, инновации там происходят значительно быстрее. Поэтому то, что происходит там в веб-3, в DAO, в NFT в течение года, это то же самое, что в любой другой индустрии заняло бы 5 или 10 лет. Потому что вот эта скорость, просто intensity, вот эта вот напряженность, сфокусированность вот этих экспериментов, она сильно выше. Ну и, конечно, немалобажный момент в том, что у каждого из этих протоколов есть свой токен. ETH, DAI, ну да, есть еще MAKER DAO, это те, кто его делают, UNITOKEN, AVI TOKEN и WIFI TOKEN. Соответственно, все эти люди, несмотря на все эти организации, протоколы, несмотря на то, что они делают что-то в публичном рынке, они с этого очень неплохо зарабатывают. То есть вы делаете что-то, открытый протокол, открытый исходный код, любой может взять и пользоваться, вы делаете некое такое публичное благо для мира, вроде как, бери и пользуйся, и нам ничего не нужно. Но при этом блокчейн и сама идея токенизации, она дает возможность монетизировать этот труд. Каждый протокол, ну, конкретно вот те пять протоколов, которые мне здесь представлены, они супер успешны. Я уверен, их там фаундеры и разработчики и ранние инвесторы огромное количество денег на этом заработали, и это не мошенничество. Ну, то есть это справедливо. Они сделали, что очень ценное, чем пользуется огромное количество людей, где сегодня, ну, там, точных цифр не знаю, но в целом это какие-то миллиарды, скорее даже десятки миллиардов долларов, которые сегодня находятся TVL каждого из этого протокола, и это огромная ценность для мира в целом. И понятно, что они там какое-то справедливое вознаграждение с этого имеют. Если бы финансовой мотивации не было, то это было бы не так быстро, потому что open source существует там с идеей open source существует, ну, наверное, 40 или 50 лет, довольно давно, а блокчейн существует всего лишь там 13 лет. Соответственно, именно финансовая мотивация, возможность токенизировать и получать выгоду от того, что ваш протокол использует, именно это дало порчок к инновациям, потому что в конечном счете мы функционируем в капиталистическом обществе, не было бы этого капиталистического общества, никаких из этих инноваций не случилось бы. Ну, по крайней мере, то, что касается Web3. Еще несколько важных моментов, то есть мы поговорили про то, что Web3 это про владение, Web3 это про открытые протоколы, которые могут быть собраны как композабл, то есть как кусочки лего могут быть вместе собраны в разных измерениях и направлениях для того, чтобы делать еще более крутые продукты, и вам не нужно все изобретать с нуля, вы берете все готовое и сверху прикручиваете небольшую часть. Еще один момент это то, что Web3 это про мгновенную ликвидность и отсутствие необходимости спрашивать разрешения для того, чтобы этим пользоваться. Любой из этих протоколов завтра команда может там исчезнуть, могут, не знаю, какие-то регуляторы на них сильно обидеться и там чего-нибудь где-нибудь завести и как-то там возбудиться особенно сильно в юридическом смысле, но они не перестанут работать, потому что смарт-контракты, которые задеплоены на децентрализованной сети, если там, не знаю, все ноды эфира в США вдруг завтра исчезнут, эфир от этого не станет ни хуже, не перестанет работать. Более того, скорее всего, он станет быстрее, потому что, ну, на самом деле, чем меньше нод, по крайней мере, скорость работы децентрализованной сети она равна скорости работы самой медленной ноды. То есть в этом плане спрашивать разрешение никого не нужно. Что еще происходит в Web3? У нас происходит финансиализация неликвидных активов. Я не уверен, что такое слово существует на русском языке и даже на английском, но его использует Виталик Бутерин, и у него есть очень классная статья на эту тему, поэтому мы, собственно, будем пользоваться общепринятой терминологией сегодня уже в индустрии. финансиализация это, ну, по факту секьюритизация, то есть превращение какого-то актива или какой-то ценности в что-то, что можно в финансовый инструмент. Ну, например, акции, да, то есть в тот момент, когда люди изобрели акции, они взяли долю в компании, долю в каком-то предприятии и превратили это в торгуемую ценную бумагу, что, в принципе, дало толчок рынку. То же самое сегодня можно сделать с большим количеством других разных интересных вещей, например, время человека. Можно оцифровать и токенизировать даже время, которое я трачу как, не знаю, консультант или адвайзер. Можно оцифровать талант. Я могу оцифровать, допустим, свое образование, токенизировать, вернее, сказать, купите мой токен, я пойду научусь, там, стану художником, потом вы будете получать долю с моих картин. Можно токенизировать долю в компаниях, в протоколах, про что мы уже говорили. Можно токенизировать навыки, можно токенизировать сообщество, или, допустим, ту ценность, что является частью какого-нибудь сообщества, получить за это NFT, там, или, или токены, или, не знаю, какую-то репутацию, репутацию, например. Тот факт, что происходит финансализация активов, ведет к тому, что становится возможной концепцией DeFi Matrix. DeFi Matrix это очень простая, но поразительной глубины гениальности идея, которую я, по крайней мере, впервые услышал от Балажа Шриванасан, который в прошлом основатель EARN.com и бывший CTO Coinbase, и сегодня он основатель ECO компании 1777.79.com, которая строит, строит, строит сетевые государства, Network States, и про это мы поговорим наверное в следующих частях. Идея DeFi Matrix заключается в том, что если она заключается в том, что мы просто переизобретаем функцию денег. Мы решаем ту проблему, которую раньше люди решали с помощью денег. Деньги в истории человечества появились по той причине, потому что бартер был неудобен. Если я парикмахер и делаю классные прически, вы, допустим, фермер и выращиваете вкусные помидоры, то нам поменяться, не использовать деньги будет сложно, потому что помидоры там сейчас не созрели, а стрижка уже нужна, и плюс а мне помидоры вообще не нужны, мне нужна корова и еще что-то. В общем, все это сложно, поэтому люди несколько тысяч лет назад изобрели деньги. Дракушки, золотые слитки, монетки, потом банкноты, ну и сейчас это цифровые деньги. И DeFi Matrix по факту решает эту проблему. Смотрите, если у нас токенизирован навык, я могу иметь токен, который, или время, я могу иметь токен, который отражает час работы меня как парикмахера, а у вас токенизировано ваше фермерское хозяйство, есть токен, который представляет собой ящик помидоров, Или есть токен, который представляет собой право на хранение гигабайта информации на протяжении 10 лет в сети Filecoin. А у меня есть токен AVI, который имеет, например, гавленную функцию, которая позволяет голосовать в DAO AVI за какие-то решения, например, запуска на новых локчейнах. Любой из этих активов, которые являются абсолютно разными по своей природе, то есть работа парайхмахера, помидоры, право голосовать в каком-то DAO и право хранить информацию, в DeFi мире можно поменять один на другой. Не прибегая к доллару или юаню или евро или какой-либо другой валюте посередине. И это фундаментальная инновация, которая сегодня прямо в наших глазах происходит. У меня может быть NFT, который отражает персонажа в виртуальной вселенной, в метаверсии, в онлайн-игре. А у вас может быть токен, который отражает, например, право на получение аудита на смарт-контракт, работы команды программистов и security инженеров. И мы можем эти две вещи поменять одну на другую, используя AMM. Более того, нам даже друг друга знать не нужно. То есть ликвидность предоставляется благодаря автоматическому маркет-мейкеру. То есть я с одной стороны кладу пул, говорю, вот у меня есть такой-то продукт, такой-то токен, такой-то NFT. Вы с другой стороны кладете тоже, создаете такой же пул. Наш пул может иметь что-то посередине. То есть, например, эта транзакция может идти, я, мой персонаж в онлайн-игре меняется на эфир, потом эфир меняется на токен, который дает право на 10 часов security аудита. И в конечном счете мы обмениваемся. При этом никто из нас в процессе ни на секунду не держал, не владел, не имел экспозицию, доступа к доллару США или любой другой фиатной валюте. Это существенно снижает транзакционные издержки. Когда мы говорили про доверие в мировом масштабе, вот эти вот 35%, это значительная доля транзакционных издержек. Еще одна доля транзакционных издержек – это то, что нам все нужно номинироваться. То есть это функция money as minimum exchange. То есть среда обмена или функция денег, которая является возможностью, которая дает возможность обменивать какие-то один товар на другой. DeFi Matrix эту проблему решает. Мы все еще, конечно, в довольно ранней стадии. То есть сегодня там не у всех парикмахеров есть токены и даже не у всех компьютерных игр они есть. Но это тренд и вряд ли что-то позволит этот тренд остановить. И это, кстати, совершенно не значит, что там доллар США исчезнет или все там перейдет на биткоин. У него есть куча других функций, которые останутся, которые нужны, по крайней мере, там ближайшие десятилетия. Но вот эта вот концепция, вот эта идея, вот эта функция DeFi Matrix, она будет все больше и больше вес и значимости иметь. Ну и поговорим про последнюю и, опять-таки, не менее важную функцию и определение того, чем является Web3. И это Web3 как бизнес-модель. Смотрите, бизнес-модель это тот инструмент, то, как компания извлекает прибыль, выгоду из выполнения какой-то работы. Вообще в мире бизнес-моделей существует не очень много. У Александра Устервальдера есть книжка, что-то там 40 с чем-то бизнес-моделей он насчитал. Ну, с тех пор, может, еще парочка появилась, там 3-4, потому что книга лет 15 назад вышла. Но, тем не менее, бизнес-моделей довольно мало. И новые бизнес-модели появляются очень редко. И в Web3, собственно, является новой такой бизнес-моделью. Вернее, в Web3 их появилось две. Первая это токены, это киномика, токен инженеринг. Вторая это NFT, которые как бы тоже токены, но они немножко по-другому функционируют. Мы для простоты их как бы объединим в одну. Исторически большинство бизнесов, если мы возьмем, допустим, 100 лет назад или даже 50 лет назад, большинство бизнесов были так называемыми pipeline businesses. Pipeline это бизнес-модель, при которой организация создает добавленную стоимость. Беря сырье на вход и создавая из этого какой-то продукт. Ну, например, какой-нибудь завод. Вот ему на вход идут. Он покупает, не знаю, алюминий, производит ложки. И ложка, несмотря на то, что это те же самые 10 грамм алюминия, она стоит дороже, чем просто 10 грамм алюминия, потому что у нее есть какая-то добавленная стоимость. И этот завод, соответственно, функционирует на рынке, потому что ложки нужны, он их делает хорошо и продает по той цене, по которой рынок готов их покупать. Соответственно, причина существования такого бизнеса заключается в том, что он может производить очень много ложек. И для него, и у него есть то, что называется production companies of scale, то есть чем больше ложек он производит, тем на самом деле дешевле себестоимость каждой конкретной ложки. И выгоду этот завод получает за счет того, что он сверху закладывает свою маржу на каждую произведенную ложку. Постепенно, примерно лет 20 назад, начался переход к так называемым платформенным бизнесам и платформенной бизнес-модели. Мы можем представить ту же самую ситуацию, ну, с ложками, наверное, это не сильно актуально, но, например, бизнес типа Airbnb, который не владеет ни одним отелем, но при этом является крупнейшей сетью, местом, куда вы идете, если вы хотите поехать в турпоездку, или Uber, который не владеет ни одной машиной такси, но при этом это то приложение, которое вы открываете, когда хотите вызвать такси, куда-то добраться, или Facebook или Google, которые являются крупнейшими медиа, но при этом у них в штате нет ни одного журналиста. Платформы работают того, что они позволяют разным участникам рынка связаться друг с другом поверх платформы. При этом сама услуга никогда не оказывается внутри платформы. То есть если есть таксист, то он через Uber находится у своего клиента, но везет он его в своей машине, и платформа никак не влияет на то, как оказывается услуга. Если есть хост в Airbnb, то он также... Извиняюсь. То он также сдает свою квартиру напрямую арендатору, но при этом Airbnb этой квартирой не владеет и не контролирует этот процесс. Платформы существуют, потому что есть экономика масштаба с точки зрения спроса. У платформы есть огромная кубера, есть миллионы пассажиров, у Airbnb есть миллионы туристов, у Facebook есть миллионы потребителей контента, и за счет этого они, собственно, получают свою... За счет этого они, собственно, монетизируются. Способ монетизации платформы это так называемый take rate. Take rate это процент, который платформа удерживает со сделки, который идет ей самой, и этот процент, как правило, вычитается из того, что покупатель платит продавцу. В случае Uber это от 18% до 25%, который Uber забирает с каждой поездки и платит, соответственно, водителю то, что заплатил пассажир, за вычетом этих 25%. У YouTube take rate около 50% до 100%. YouTube забирает себе там 70% рекламных доходов и выплачивает производителю контента только 30%. У Facebook take rate 100%, потому что 100% денег, которые платит рекламодатель, уходит в Facebook. А тот человек, который создал контент и рядом с сообщением которого в ленте показано было рекламное объявление, не получает вообще ничего. Take rate разный, но платформа в целом, он довольно-таки большой. Очень часто это бывает 100%. В случае, например, социальных сетей это всегда 100%. И теперь мы приходим к, собственно, нашей Web3 бизнес-модели, которая является протоколом. Что такое протокол? Протокол — это та же самая система, как и платформа, в которой покупатель и продавец функционируют как-то сам по себе. То есть это открытый рынок, который протокол просто координирует. Но в отличие от платформы, у протокола нет задачи вообще никакую себе получать прибыль. У протокола есть единственная задача — это обеспечивать собственное существование. Соответственно, способ, причина существования протокола является то, что координационные издержки в протоколе еще ниже, чем у платформы, потому что по определению протокол всегда может оказать ту же самую услугу, сравнимого такого же, для простоты говоря, качества, но всегда дешевле, потому что вот этот take rate, он просто отсутствует. Единственное, что есть у протокола, это необходимость каким-то образом компенсировать свои затраты. То есть протокол, грубо говоря, всегда работает в ноль. При этом это не значит, что разработчики, основатели, инвесторы протокола ничего с этого не зарабатывают. Они зарабатывают и зарабатывают с помощью токенов. Если вы создаете протокол децентрализованного Uber, тогда у вас есть какое-то количество токенов, которые вы пускаете в начале, их могут купить инвесторы, часть из них могут получить основатели и разработчики, часть из них может отойти в DAO и потом инвестироваться в виде грантов куда-то там еще. Но каждая поездка в протоколе децентрализованного Uber будет стоить дешевле, потому что вот этот take rate вместо 25% будет равен в среднем той сумме, которая необходима просто для поддержания жизнеспособности протокола. Ну, то есть в случае Uber это будет 2-3, максимум 5%. То есть мы в 5 раз снижаем и увеличиваем эффективность координации на рынке, не снижая качество вообще. И поэтому протоколы не избеждают, так же как платформы неизбежно побеждают pipeline-бизнесы, социальные сети победили газеты. Uber победил таксопарки, Airbnb победил многие, ну, типа там, букинга, то есть вот эти вот, когда люди просто по объявлениям сдают квартиру. Точно так же протокол децентрализованной социальной сети со временем победит Facebook. Возможно, это сделает сам Facebook, мы сегодня не знаем, еще довольно рано. Децентрализованный Uber, который тоже может быть сделает сам Uber, победит платформенную модель Uber. И там, децентрализованный Dropbox, которым является Filecoin, например, победит Dropbox и Google Drive, потому что в конечном счете и уже сегодня мы видим, что в Filecoin хранение одного гигабайта информации стоит в 300 раз дешевле, чем в Амазоне или в Гугле. И это существенная выгода. И эта выгода происходит именно из вот этой экономической причины, которую я сейчас рассказал. За счет того, что у протокола нету задачи получать, извлекать прибыль, кроме как через увеличение стоимости токена. А токен в протоколе увеличивается через использование. И задача token engineering, задача токеномики в любом протоколе это всегда сделать так, чтобы увеличение активности поверх протокола, увеличение его использования, большее количество клиентов, транзакций каким-то образом приводило к росту цены токена. Ну, поскольку это экономика, это все просто про спрос и предложение. То есть нам нужно задизайнить токеномику протокола таким образом, чтобы при большем количестве клиентов и использовании спрос на токен вырастал. при фиксированном или, может быть, даже дефляционном предложении токенов. На этом закончим эту часть и в следующей части мы поговорим про DAO.